Жили бедно, хватит! Жизнь в долг. Сколько миллиардов просит Украина у Запада и что обещает взамен? Врачи полетели. Почему украинские медики выбирают за границу и когда дефицит кадров парализует отечественное здравоохранение? Какие из событий уходящих 7 дней повлияют на нашу с вами жизнь? Давайте обсудим все это в подробностях недели. Я Алексей Лихман. Добрый вечер. И начинаем сегодня с электронной ярмарки Тщеславия. Истекает срок подачи Е-декларации. Осталось всего несколько часов до дедлайна. У депутатов, чиновников, судей было 60 дней для того, чтобы заполнить свои декларации. Но большинство из них сумели сделать это только в последние недели. Многие в последние дни. Заполнить документ оказалось делом непростым. То сайт не открывался, то данные не сохранялись. Наверное, не осталось политиков в нашей стране, которые не пожаловался бы на это. И даже на странице в Фейсбуке Национального агентства по предотвращению коррупции, которое как раз и отвечает за электронное декларирование, чуть ли не каждый третий пост был о том, как справиться с какой-нибудь ошибкой системы. А Наталья Корчак, глава агентства, накануне пожаловалась даже на атаку хакеров. Политики всерьез обсуждали. Не перенести ли крайний срок? Ну, все-таки за несвоевременную подачу декларации или внесение недостоверных данных грозит ответственность, в том числе и уголовная. Да и как потом доказать, где ошибка системы, а где сознательная попытка скрыть часть своего имущества? Но все же государство не пошло на перенос сроков, и Запад тоже требовал, чтобы электронное декларирование заработало уже сейчас. Да и избиратели могли не одобрить отсрочку после заявлений первых лиц о том, что прорваться через сбои системы необходимо. Вот и стало количество поданных деклараций расти прямо как на дрожжах. Я 16 лет заповнюю все декларации, и будь-хто, кто, на обмине от многих проведенных граждан с коррупцией, я их заповнюю 16 лет, и там все открыто. А сейчас форма электронной декларации, которая на самом деле недосконала, и мне она так само не подобается, как и будь-кому, кто ее заповнюет. Но это не есть пример для того, чтобы ее не заповнювать. И за эти 9 дней президент Украины Петро Порошенко за любых обстоятельств декларацию заповнить и прилетить. Итого, в системе уже больше 100 тысяч документов. Активисты и журналисты успели изучить меньшую их часть, но, поверьте, и она поражает. Дома, квартиры, машины, драгоценности, тысячи картин и предметов антиквариата. Десятки поводов для анекдотов. У одного из депутатов БПП в декларации церковь Владимир Поросюк задекларировал часы и в графе «Описание имущества» указал, что их ему подарил святой Николай. У мэра Днепра Бориса Филатова в декларации билет на полет в космос. А еще почти у всех деньги. Ну, то, что украинские политики очень любят деньги, знает, наверное, каждый из нас. Но то, что они любят их настолько и наличными, можно увидеть только сейчас. Даже депутаты, которые занимаются только культурой, духовностью и патриотизмом, изображая из себя людей небогатых, умудрились как-то накопить по миллиону долларов. Здесь вспоминается разве что булгавковский кот-бегемот из «Мастера Маргариты» с его бессмертным гражданем. Сдавайте валюту. Продолжим обсуждать эту тему с Кириллом Куликовым. Это руководитель национального бюро Интерпола в Украине с 2005 по 2007 год. Вот кому никак не вам, Кирилл, знать, поверят всему тому, что надекларировали наши политики и чиновники европейцы. Вас впечатлило, что вся вот эта сумма и все количество драгоценностей и добра нажитого, надеюсь, честным путем нашими политиками? Как вы думаете? Правда ли, что на руках у них есть миллиард на сегодняшний день в общей сложности? Думаю, не совсем. Думаю, что декларация кэша в таких количествах для многих, это не то, что е-декларирование прошлых доходов. Это е-декларирование будущей коррупции, легализация того, что они собираются в будущих периодах своей плодотворной деятельности на государство получить. То есть у нас отношение к этому е-декларированию сегодня, как будто это нулевая декларация. То есть мы подали и все. Какие вопросы к нам? Вы просили, мы вам дали. Теперь от нас отвалите, пожалуйста. Вот такие вот у нас доходы. И дальше мы собираемся на эти доходы жить. Но это не легализация капиталов. Это е-декларирование. Соответственно, следующим шагом должна быть проверка, каким образом эти капиталы накоплены. Первый вопрос для вас был лишь затравкой нашего очень интересного, надеюсь, диалога. Ведь далее мы будем с вами говорить о том, зачем легализовали многие из этих чиновников и политиков пустые деньги. Может быть, они надеются на взятки, наперед. А возможно, они хотят вывезти эти деньги за Европу. А если хотят вывезти их в Европу, то, возможно, уже и чемоданы пакуют. Такой вопрос. Не боятся ли они преступников, которые тоже, наверное, читают электронные декларации и могут прийти к ним в гости? Могут ли спать спокойно? Но об этом, обо всем, немного позже. Давайте сейчас узнаем, что же раньше прятали, а вот теперь решили засветить народные избранники и министры. Все выясняла Павлина Василенко. Это была последняя неделя записать все, что нажито непосильным трудом. Мы уже в антарных заходах, говорят про то, что все-таки тот, кто хочет подать декларацию, он подает. Система сбоила. И не все, кто нажимал на кнопки, получал результат. Мы им писали, мы им дзвонили. Ну и, наконец, они активовали неиснуючую электронную адресу. Я на это потратила близко трех рабочих дней. Кто рано встает, тот декларацию подает, заверяет закарпатский губернатор. Геннадий Москаль встал с петухами, пришел на работу и сделал дело. Я уже по 7-й ранку на работе. В декларации три квартиры, одна из них в Румынии, а еще два квадроцикла и снегоход, на которых гоняет по бездорожью в свободное время. Но собственного автомобиля у Москаля нет, а значит в декларацию вписать нечего. Я не имею права, вы знаете, на работу я хожу пешком, а если еду, тут есть водитель, служиваю службовым остановищем, використовую службовый автотранспорт. У мэра Днепра дома и квартиры на сотни квадратов. Девять автомобилей, два из них раритетные, три лодки, вертолет и коллекция произведений японского искусства на сотни миллионов гривен. Борис Пилатов также потенциальный космонавт. Есть у него билет в космос на 200 тысяч долларов. А вот мэр Харькова Геннадий Кернес, судя по декларации, живет в очень стесненных условиях. С 2002-го в съемном доме на целых 7 квадратов. Такая площадь удивила даже фейсбук-сообщество. Зато у мэра без собственной крыши есть коллекция из 11 часов почти на миллион долларов. Еще одного харьковчанина, главы МВД Арсена Авакова, декларация на 50 страниц. Тот же министр жаловался, что заполнял ее аж 16 часов. Но все же поведал согражданам. И жить есть где. У него 12-комнатная квартира в Харькове почти на 700 квадратов. И посмотреть есть на что. Коллекции монет и произведений искусства. Где и рисунок лошадки Василия Ермилова, и литография Пикассо. Да и выпить есть что. В аваковских закромах почти 800 бутылок дорогущих вин. Некоторые от 400 тысяч гривен за бутылку. Помимо вполне реальных литров и метров, владеет Аваков и авторскими правами, нацитирую, сценарий в виде рюкзаков с газетными вырезками. То ли это наброски сюрреалистичной драмы, то ли электронная фига в кармане всем, кто борется с коррупцией в Украине. И похоже, с таким настроением заполнял декларацию не только Аваков. Экс-комбат Айдара Сергей Мельничук вписал аж триллион гривен. Мол, получите антикоррупционеры. Не квартирами, машинами, драгоценностями едиными. Например, депутат РБПП Анатолий Матвиенко задекларировал церковь. Вот она. Храм Успения Пресвятой Богородицы возле городка Бершач, что в Винницкой области. Площадь храма невелика, около 41 квадратного метра. И согласно декларации депутата, в его собственности он с конца 2014 года. Церковь будовалась здесь до 4-х роков. Материал весь возили из Альминской долины, с Крым. И властники, и распорядник, как у дидуше его дужины. А вот глава парламентского комитета по вопросам духовности и культуры Николай Княжицкий нагрешил в декларации вполне земными вещами. Как оказалось, он большой ценитель техники, телевизионной. У него 7 видеокамер, устройства для беспроводной передачи сигнала и несколько серверов, которыми владеет жена. А еще держит под матрасом вместе с женой почти миллион наличных долларов. Не отстает от депутатов Народного фронта и владелец одного из телеканалов Евгений Мураев. Тоже собирает телевизионную технику, ее нардепа аж 900 единиц. И тоже копит наличность. У него хранится в кэше почти 19 миллионов гривен, 2 миллиона долларов и 1 миллион евро. Горы налички. Вообще отдельная тема электронных деклараций. У главы Минюста под подушкой полмиллиона долларов, а в банке миллион. У депутата от воли народа Олеся Довгова на руках полтора миллиона зеленых. А его внефракционный коллега Вячеслав Константиновский вписал почти 15 миллионов долларов, 7 миллионов гривен и 500 тысяч евро. Слуги народа вообще предпочитают не хранить яйца в одной корзине, то бишь деньги в одной валюте. К примеру, у Андрея Иванчука есть даже швейцарские франки, их 750 тысяч. А вот сведений о банковских счетах ноль. Это и настораживает экспертов. Может быть такая ситуация, что специально завышиваются суммы, которые его только в кошту, потому что этого не можно отслеживать никак. Чтобы потом в межах этих завышений вытрачать эти деньги, брать хабарит, наполнивать себе. У него их нет, у него просто план есть на наступный рік. График он имеет. Он знает, что у него будут эти 100 тысяч. То есть, если он наберет этот план, если это будет все задокументовано... А вот глава Нацбанка Валерия Гонтарева вообще обезналиченная. Все в банке и почти все в твердой валюте. На эту тему есть довольно вдали жар, что теперь Украина может кредитировать МВФ. Потому что та количество готовых денег в иноземной валюте, которая задекларована субъектами декларования, ну, мабуть, вызывает необычный подив. Державные службовцы и субъекты декларования, как и все другие граждане Украины, не в полном мере доверяют банковской системе Украины. Активность чиновников зашкалила. Вместо ожидаемых 50 тысяч деклараций в системе зарегистрировали более 100 тысяч электронных документов. Теперь очередь за проверяющими органами. Но эксперты сомневаются, что тысячи деклараций обернутся тысячами антикоррупционных дел. Враховывая, что чиновников очень много в стране, а НАБУ и другие структуры тоже не гумовые, то они тоже не могут все переверять. То есть мы должны понимать, что если они, дай Боже, найдут отменности, дай Боже, порушат справа, то это не факт, что в суде они сейчас могут что-то довести. Это же право следствия фахово нужно, а у тех людей достатньо возможностей для того, чтобы адвокатов найти. Срок подачи декларации истекает в полночь, но дается еще неделя для работы над ошибками. Вдруг кто-то забыл вписать диких животных или экзотических рыбок. Или еще несколько десятков миллионов долларов. Павлина Василенко, Марина Коваль, Вадим Сверидонов и Вадим Ревун. Подробности недели. Телеканал Интер. Тягой к большим деньгам заразились от политиков и сотрудники агентства по предотвращению коррупции. Несмотря на то, что в системе электронного декларирования так и не устранили ошибки и сбои, а реальная работа агентства начнется только после подачи декларации, когда можно будет начать их проверку, сотрудники этой структуры выписывали себе премии в десятки тысяч гривен ежемесячно. Глава агентства с учетом таких вот премий заработала с апреля по сентябрь аж 700 тысяч гривен. Пару дней назад директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику даже пришлось пообещать проверку этих премий. Но премии, конечно, капля в море по сравнению с богатствами, о которых отчитались народные избранники и чиновники. Что же ждет всех этих миллионеров от политики, которые раньше были подпольными, а теперь решили стать официальными? Глава НАБУ обещает уделить им достойное внимание. Ну, на самом початку говорили про то, что электронное декларование, оно скаровано на... Это эффективный инструмент по борьбе с коррупцией в частине выявления двух складов злочину. Незаконное сбагачивание, то есть злочин предвиден в статье 38, значком 2. Это злочин, который полагает в неспевпадении доходов чиновников официальных и витрат. И внесение за видом недостоверных данных до декларации. Это такие действия, что предвиден в статье 386, значком 1 ККУ. И мне кажется, что чиновники сделали ставку на то, чтобы их неможливо было документировать именно в частине внесения за видом недостоверных данных. Оскільки этот факт выявления этих недостоверных данных уже есть и ставит для притягивания до криминальной ответственности. Хочу напомню, что это основная компетенция на ЗК переверка деклараций на предмет незаконного сбогачения и на предмет внесения за видом недостоверных данных. Но мы подключимся активно до этого процесса и будем совпадать поданные декларации с реєстрами и базами данных государственных органов и будем их переверять на предмет незаконного сбогачения. Особенно это будет стоять с притягивания, которые были сделаны в 2015 году. И все-таки остается вопрос, а что стоит за приступом честности наших политиков? Ведь если речь идет о наличных деньгах, невозможно проверить, сколько их на самом деле. Ровно столько, сколько указано в декларации, либо меньше, или больше. Подчиненные Артема Сытника или Натальи Корчак вряд ли теперь обойдут все дома чиновников и депутатов, чтобы пересчитать заявленные горы наличности, но и попросту детективов может не хватить на все эти сотни миллионов из электронных деклараций. Правы ли те эксперты, которые говорят, что все это попытка легализовать серые деньги? И делается это с прицелом на Запад, где так любят бывать украинские политики. Действительно, вывезти деньги из нашей страны за границу легально через банки не так уж просто. Не у каждого есть ресурс для таких схем. Но и просто. Приехать в Евросоюз с чемоданом с деньгами недостаточно. Для красивой жизни где-нибудь в Италии или Испании. Крупные покупки не сделаешь, потому что за каждую заметную трату в странах ЕС нужно отчитываться. Причем это отчет не для галочки. Можно получить большие проблемы с полицией, обвинения в отмывании денег и даже тюремный срок, если не докажешь законное происхождение средства. И если раньше любителям подумать в Европе о бедах украинского народа приходилось изо всех сил ухищряться, чтобы объяснить откуда деньги, теперь, как предполагают эксперты, им можно будет просто показать свою декларацию. Мол, все законно и честно. Ну вот только поверят ли этому европейцы. Мы продолжаем разговор с Кириллом Куликовым. Кирилл, вы несколько лет, как я уже говорил, возглавляли Украинское бюро Интерпола. Вам, как никому, знать, удастся ли нашим политикам и чиновникам обмануть европейских правозащитников вот этой попыткой легализации денег. Как вы думаете, вот это обнародование такого огромного количества налички, оно поможет нашим политикам и депутатам тратить эти деньги законно на Западе? Вы знаете, мы с вами говорили, я случайно, вы постоянно вспоминаете мои должности, вспомнил случайный случай, ему сто лет. Это дело называлось дело по имени литовской гражданки Алдоны Белускини. Мы начали видеть, что литовские граждане переводят обратно к себе в Литву миллиарды, не миллионы, а миллиарды долларов Соединенных Штатов Америки. Мы удивились, думаем, что же это за такие... А это было возвращение, репатриация прибыли. То есть они приезжали в Украину якобы, покупали акции, потом акции продавали и репатриировали обратно деньги в родную Литву. Деньги, которые они репатриировали, были там 10 годовых бюджетов Литвы вместе взятых, по этому поводу даже парламент Литвы заседал. И решили узнать, кто же такая Алдона Белускини. И там было таких 20 человек. Мы узнали, что Алдона Белускини на тот момент было 24-го года рождения. Бабушка! И такие бабушки... 24-го, 19-го и так далее. Звала ли она миллиарды, которые она не уступала? Понятия не имела. У них просто потом и в базе нашли базу украденных паспортов. Были украдены паспорта. Эти паспорта въехали в Украину. Эти паспорта получили отметку от таможенного пересечения границ. Эти паспорта получали печати у нотариуса и так далее. Дело похоронено. Я правильно понимаю, что вы даете этим посыл нашим политикам и чиновникам, которые декларируют миллионы, что в Европе не такие профаны? Не такие профаны. Это раз. Второе. То, что мы говорим с вами правильно, то, что они декларируют на будущее, будущий доход. Но первое, что происходит, это же, ну, надо быть полным дебилом, чтобы, извините меня за выражение, дебилы очень прекрасные люди, это психическое заболевание, это не дебилы, чтобы не сравнить две вещи. Они, когда поступали на госслужбу, они же тоже сдавали декларацию. Эти депутаты в 2014-м, следующие поступая, становясь министром и губернатором, в 2015-м, элементарно берешь одну декларацию, берешь эту декларацию, сравниваешь, а откуда доход? Там, я знаю, там некоторым дарят гражданские мужья, шведы. Это же тоже легко. Швед приехал в Украину, соответственно, внес чемодан. А вы верите в то, что это будет работать? В то, что кто-то будет сравнивать? Что кто-то придет, ну, грубо говоря, к депутату, даже не условному, конкретному, к Нежинскому, который до этого, до парламента задекларировал одну сумму, а сейчас задекларировал наличными около миллионов своей семьи. К сожалению, не верю, потому что, как показали правоохранительные декларации людей из правоохранительных органов, раньше они все достаточно серые мыши, но оказывается, что очень богатые люди. Но мне кажется, вы верите, что к этим людям придут другие люди. Вы написали себя в Фейсбуке, процитирую, что сумма наличности, указанная в декларациях, это путеводитель по грабежам для чайников. Абсолютно. Ну, я просто объясню. В стране шквал преступности. Мы с вами об этом очень часто говорим. Милиция бездеятельно, бездейственно не может противоставить это ничего. Мы знаем, как грабят частные дома в окрестностях Киева, тому миллион примеров, как грабят квартиры, избивают людей. Ну, как можно объяснить бандиту, что если ты задекларировал миллион, что ты задекларировал впрок. Ну, раз записал миллион, то они будут тебя бить до того момента, пока ты этот миллион не отдашь. Выбивать будут как реальность. А с другой стороны, есть еще, извините, вот один момент, который меня ужасно насторожил. Это момент, когда наши герои АТО, которые там на сегодняшний день стали политиками, начали декларировать произведения искусств, картины, и бутылки вина стоимостью там миллионы долларов и так далее. Так вот, на сегодняшний день люди, которые сбежали в Ростов и очень долго думали о своих коллекциях, куда они вин, картин подевались, теперь они точно знают, где эти коллекции находятся. И могут их искать. У кого? Обратили ли вы внимание, меня, например, резонуло, я бы назвал это даже клоунадой при заполнении электронных деклараций. Я приведу примеры. Аваков декларирует гонорары от ненаписанной книги. Поросит часы, которым подарил Святой Николай, еще и как бы издевательски уточняет в дополнение, что больше подробностей он не знает, так как в это время спал. Милиничук задекларировал вчера, кажется, триллион гривен. Триллион. По-моему, это ВВП, даже наше ВВП не потягивает. Но сегодня его пресс-служба объяснила это неудачной шуткой. Отвечать кто-то за подобные неудачные шутки и вот такое поверхностное, даже пренебрежительное отношение к делу государственной важности должен или нет? И будет. К сожалению, получилось так, что вот это Е-декларирование как бы этих людей всех объединило. Вот есть мы с вами, а есть они отдельно стоят. То есть, оно показало. Мы, Плебс, вот тот, который стоит в стороне, который думает там о коммунальных тарифах, о всяких проблемах, которые есть, как заработать на жизнь. И они, которые объединены общими деньгами, общими вопросами, как эти деньги сохранить. и общим делом, как нас, вот это, вот это быдло, чтобы мы им давали жить. Чтобы они могли работать на державу, петь гимн национальный, родину любить и так далее, и так далее. К сожалению, их это все объединяет. Что из декларации некоторых политиков и чиновников так и сквозит. Доплевать мы на вас, на всех хотели. Абсолютно. Хорошо, попрошу вас еще остаться, еще продолжим с вами общение. Другая тема. Селы европейского правосудия хорошо знают не только политики и чиновники, которые вынуждены думать, как легализовать в Европе свои грязные деньги. Тысячи украинцев пользуются европейским правосудием, чтобы защитить свои права и собственность в Украине. Те, кому, ну, попросту, не хватает связей, чтобы и денег, чтобы решить вопрос в украинском суде, в конце концов приходит Европейский суд по правам человека. Это последняя инстанция, в которой можно получить справедливое решение Украина на первом месте по числу обращений в этот суд. Например, в 2015 году из почти 65 тысяч дел, которые рассматривает ЕСПЧ, больше 20% были по искам против Украины, поданным нашими гражданами. И при этом, по решениям, вынесенным в пользу людей, государство еще и задолжало несколько миллиардов, гривен. Кто ищет справедливости в Европе и почему ее не находит? Выясняла Алла Мачишок. Крыша, именно она стала причиной судебных тяжб Тамары Прокофьевны. Давно прогнила, течет, чердак заваливается. Эту ветку, дореволюционную постройку еще 15 лет назад должны были отремонтировать местные власти. Но время шло, кровля прогибалась все больше, уже и стены пошли трещинами. Пенсионерка обратилась в суд, причем самостоятельно. Ее дело рассматривали в трех инстанциях, годами. И, наконец, суди вынесли окончательный вердикт в ее пользу. Но исполнять судебное решение чиновники Бобровицкой город-администрации не спешили. поподпирали, вот там шлупотворка вся осыпалась в хату и идет брехня. Все сделано, не надо делать ничего. Она забросала обращениями органы власти, стучалась в кабинеты министров и обвивала порог генпрокуратуры. Все тщетно. И пенсионерка пошла в Европейский суд. Там тоже одержала победу и стала местной знаменитостью. Горсовет крышу не починил, но деньги выделил. Правда, история на этом не закончилась. Мне дали 58952 дали, а потом забрали. И вот это смеются, вот это тебе Европа. Исполнил сказал, хорошо, раз у вас нет возможности починить крышу, вы заплатите ей деньги. Но Горсовет не остановился, вышедший специализированный суд отменил это изменение способа исполнения решения. И обязал женщину вернуть деньги, когда получала эти деньги. Она же налоги уплатила. И получается, она вернула больше, чем ей дали. Теперь дело пенсионерки снова в Страсбурге. В этот раз иск подали уже адвокаты Херсинской группы. Так же, как и 5000 других обращений. Все это жалобы на неисполнение Украины решений Европейского суда по правам человека. Повторно собирается обратиться в Страсбург и Андрей Черевко, один из ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Инвалид второй группы. Говорит, устал играть с государством в азартные игры. Наперсочники, наверное, ну, это еще дети против них. Я просто диву даюсь. Десять лет он отвоевывает законную пенсию по инвалидности. Судится с пенсионным фондом. Вместо восьми прожиточных минимумов ликвидатор ЧАЭС получает копейки. Не хватает даже на лекарства. Выиграл все украинские суды. Ему одно время даже платили положенные. Но через два года ситуация снова изменилась. Пришел Микола Янович такой и говорит, да нет, вот этот парень, ну нет, неплохой Черевко, но я ему что-то не собираюсь платить. Мы давай так выдумаем с тобой постановку. Они прекратили платить. Андрей Черевко еще 248 его коллег чернобыльцев обратились в Европейский суд по правам человека. Спустя два года в Страсбурге обязали Украину выполнить решение национальных судов и выплатить по 2000 евро компенсации. Всем выплачивают. Всем. Им не жалко. На вот это решение они закрывают выкорачивающие права. Там ночевали в этом министерстве. Петренко меня еще и тягал, говорит, не, Андрей Андреевич, все, вы будете получать. Андрей Черевко решил, будет бороться до конца. Пока идут суды, уже умерли несколько ликвидаторов ЧАЭС, так и не добившись справедливости. В институции превыше всего часть первой статьи 58 этой институции, что все принятые законы не имеют обратной силы. То есть, если человеку назначена пенсия до вступления в силу в закон, он до конца жизни получает. У нас есть парадоксальные ответы исполнительной службы, когда они отвечают, а что вы от нас хотите, мы решение европейского суда исполнили, денежку заплатили, а то, что мы национальные решения не исполняем, так это уже или к нам. Европейский суд совершенно не оторван, несмотря на то, что он далеко в Странсбурге. Он хорошо осведомлен о тех реалиях, которые у нас есть. Украина в лидерах по количеству обращений в Европейский суд. Только сейчас там рассматривается 18100 исков. Это четверть всех обращений. Чаще всего украинцы жалуются на невыполнение решений и национальных судов, и того же европейского. На втором месте жалобы на нечеловеческие условия содержания в СИЗО. Немало исков от жителей Крыма и оккупированных территорий. Вот еще любопытные данные. Каждый год европейские судьи выносят около сотни решений против Украины. При этом часто за одним иском целая группа людей. И каждому, кроме погашения внутренних долгов, страна обязана выплатить и компенсацию, назначенную в Страсбурге. Общие суммы поражают. Это миллионы евро. На выполнении в государственном казначестве есть 175 тысяч решений национальных судов, соответственно, до которых необходимо с бюджета нашим гражданам сплатить 3,5 миллиарда гривен. Это сбор государства перед своими гражданами. Это по имиджу Украины. Это сфера ответственности Министерства юстиции. Но в Минюсте игнорируют обращения не только истцов. За три недели там не нашли времени ответить на наши вопросы, даже в письменной форме. А ведь интересно было бы услышать, почему, например, глава Минюста не знает, сколько государство задолжало своим гражданам. В одном из интервью Павел Петренко назвал сумму в 400 миллионов гривен. Ошибся? На каких-то 3 миллиарда? И почему так легко, например, всего из-за 14 тысяч гривен коммунального долга могут арестовать квартиру у любого украинца. А если должны не граждане, а государство, может, тогда стоит арестовывать чиновничьи офисы? Тамара Прокофьевна в этом году отпраздновала 80-летие. Но она старой закалки и говорит, государство заплатит по счетам. На 16 ноября записалась на очередной прием в Минюсте. Ну, сэрный как улайн 15 роки в икону отерешения царевно будет. Царевно. Алла Матюшок, Марьяна Бурякова, Светлана Шикера, Владимир Самченко и Евгений Каминский. Подробности недели телеканал Интер. Продолжим эфир продолжением диалога с Кириллом Куликовым и присоединившимся к нам Владимиром Пилипенко, представителем Украины в Венецианской комиссии. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Владимир, ну сразу скажите, вот у вас эта цифра 20% всех исков в ЕСПЧ, более 20% даже, все украинские, не говорит ли это явно о том, о крахе нашей судебной системы? Как по-вашему? Что такое Европейский суд и для чего он создан? Для того, чтобы объяснить это простыми словами, это суд, который защищает граждан от свавилия собственной страны. То есть, когда страна порушает закон, граждане обратятся в Европейский суд. И то, что вы говорили, больше 20%, фактически, это каждый четвертий позов до Европейского суда, это из Украины. То есть, у нас, украинская влада, патологично невиконный закон по отношению к собственным гражданам. И дело тут не только в судовой системе, потому, большинство денег, за которыми граждане обратятся, это то, что влада не выполняет решения судов. Влада не выполняет решения судов о членобильцах, о пенсионерах, о детях войны. А как она их может выполнять, если нужно зарплату 40 тысяч назначать? От этого и граждане сгущены обратятся в Европейский суд. А там Сирии. Как выяснилось, по миллиону долларов или евро накопить, что не каждому. Кирилл, а как вы считаете, почему они выполняются? Возможно, украинские политики и чиновники просто не хотят оставлять украинских судей без кормушки, но вот они таким образом народу показывают. Даже решения ЕСПЧ вам не помогают, поэтому берите деньги и заносите в суды. Ну, тут же не суд, тут же власть, тут же есть, когда человек в казначействе говорит, что эти деньги просто не предусмотрены в бюджете. То есть, мы посидели, мы в бюджете поделили, туда-сюда, там накинули, тут теплицы кому-то надо построить, тут нужно кому-то домик, тут надо крышу залатать, тут дорогу провести, выборы скоро идут. А эти деньги просто в бюджет не заложены. Есть министр юстиции, который несет персональную ответственность за то, что эти деньги должны быть предусмотрены. Вот он, к нему можно задать прямой вопрос. Кстати, он тоже миллионер долларовый. Да, у нас почитать декларацию, по-моему, не миллионеров уже во власти. Ну, вот у него спросить, меньше, чем бродячих собак в столице. Спасибо, Кирилл, за то, что пришли к нам. Это был Кирилл Куликов. Вас, Владимир, я еще попросу остаться, потому что мы с вами обсудим еще одну тему, в которой смешалось все. Правосудие, политика, европейская интеграция. Конституционный суд на этой неделе снова вернулся к закону о люстрации и снова отложил рассмотрение конституционности некоторых его положений. Эпопея с люстрацией продолжается в Украине уже два года. Минюст отчитывается, мол, все идет по плану. В Европе же, говорят, нормы люстрации в Украине не соответствуют европейским стандартам. Украинского суда еще и иллюстрация, расскажет Алексей Пшеновский. Почти тысяча иллюстрированных чиновников, разгромные выводы Венецианской комиссии и 1300 дел в судах. Таковы итоги двухлетнего действия скандального закона об очищении власти в Украине. Но вот в Минюсте ни исков, ни критики со стороны Европы похоже не видят. На этой неделе в люстрационном департаменте наоборот решили похвастаться. Главный украинский иллюстратор Татьяна Казаченко заявила, закон выполнен на 98 процентов и продолжает работать. Международные спільноты поддерживают Украину на шляху реформования и засвечивают, что цели, которые переследуют закон о очищении влады, являются правомерными. Это безусловно также назначено в выставку Венецийской комиссии. Но вот о выводах венецианки ни слова. А ведь еще два года назад, в декабре 2014, сразу после вступления закона в силу, украинскую иллюстрацию там разнесли в пух и прах, заявив, что документ не европейский и нарушает права человека. Вот что тогда сказал президент комиссии. Закон не годен, его необходимо радикально пересмотреть и изменить. Необходимо избежать политизации закона. Он не должен стать инструментом мести политическим оппонентам. Иллюстрация должна проходить в строгом соответствии с Конституцией Украины и европейскими стандартами. Тогда же в Венеции высадился целый иллюстрационный десант во главе с министром юстиции, который пообещал в кратчайшие сроки все переделать, после чего убежал от журналистов. С тех пор минюсти жаловались то на нехватку времени, то на плохой английский своих сотрудников, не успевших якобы перевести все замечания. Но в венецианской не изменили. Татьяна Казаченко комментировать отказалась, обвинив парламент. Вы перекручуете роль Венецийской комиссии, будь ласка, узнаемте с ее выставкой. Больше того, изменения к закону, который в парламенте, разработаны с экспертами Венецийской комиссии, про что отображены в выставке. Поэтому, будь ласка, верните к парламенту. А вот что об обещаниях украинских люстраторов сказали на прошлом заседании Венецианской комиссии. До сих пор мы не увидели ничего из обещанных правок. Украинские делегаты обещали предоставить правки в течение месяца, но уже прошел год. Их до сих пор нет? Да, именно так. Мы рекомендовали исправить закон и прислать нам новый вариант. Но имеем, что имеем. Похоже, доверчивые европейцы изменений в закон так и не дождутся. После своей итоговой пресс-конференции глава люстрационного департамента Татьяна Казаченко в эфире одного из телеканалов заявила, собирается покинуть госслужбу, где ей якобы не дают работать. Проводить настоящую люстрацию в Украине никто и не собирался, уверена юрист Анна Малер. Говорит, закон это не более чем пиар принимавших его политиков. При этом под зачистку власти попали сотни мелких чиновников, которых люстрировали без вины. Европейцы не понимают, почему режим Януковича не вызнанный злочинным, никто за тот режим не покаранный, но целая армия государственных чиновников, которые находились при посадах и при Кравчуку, и при Кучме, и при Ющенко, аж теперь должны быть люстрированы. В украинских судах уже 1300 таких дел, при этом вину людей никто не доказывал. И это одно из главных замечаний европейских юристов. Людей, которые причетны к режиму Януковича и совершили злочины, расследовать их деятельность, довести, что были причинены злочины, и их покараты. Зрозумило, что покарание усваивает их автоматично от влады. Вот, власне, в этом должна была полягать люстрация. В цивилизованном свете существуют судовые процедуры, когда правиль человека доводится судом, и больше никого не имеет никаких претензий, что человек была покарана. Приостановить действия закона, нарушающего права человека, две недели назад призвали и в парламентскую ассамблею Совета Европы. Бывший член Ницанской комиссии от Украины Марина Ставничук уверена, теперь пиар украинских политиков может стоить стране не только имиджа, но и тысяч дел в европейском суде по правам человека. В Европе они говорят одни, берут на себя обязанности и их не выдерживают, а крирующись абсолютно популистическими какими-то популистскими або своими собственными интересами и амбициями в Украине говорят за всеми. Ти, кто сегодня пропагурует люстрацию в том недолугом выгляде, в каком они продавили через парламент перед парламентскими выборами 2014 года, четко понимая, что они ведут свою передвиборскую игру, это свидетельствует о том, что в Украине идет политическая расправа с оппонентами и более того. Существуют в Европейском суде рано или поздно. Уже полтора года закон об очищении власти рассматривает и Конституционный суд Украины и возможно именно там смогут поставить точку в этом скандале, а заодно и дать оценку работы украинских люстраторов. Алексей Пшемыски, Александр Данилов, подробности недели, телеканал Интер. Владимир, давайте все-таки еще раз уточним, что именно юристы из Венецианской комиссии советуют изменить вот в этом уже сумнозвистном, как говорят на украинском языке, законе иллюстрации. Я про это, что он сумнозвисный говорил еще в прошлом году. Это 5 основных моментов, которых от нас ждет Европа. Первое, люстрация должна носить индивидуальный характер. У нас же она перетворилась на просто-напросто деребан посад, который необходимо было занять, причем не на высшем уровне, там доходило до начальников департаментов и отделов. То есть, она должна быть доведена в каждом индивидуальном случае, независимо от того, какую посаду она занимала. Другое, должен быть создан специальный орган. Не паня Козаченко, которая занималась адвокатскими оборудками и офшорами, мает рассказывать, кого нужно иллюструировать, а независимо от выполненной и законодательной власти орган. Этого украинская влада не хочет сделать, потому что все войдет под контроль в том же деребанном посаде. Третое, суды должны быть отределены от процесса иллюстрации, который предназначен в этом законе. У нас же иллюстраторы дошли до того, что у нас суды сами звольняются тысячами и уже 10 судов в Украине не работают. То есть доступа до правосудия нет. Это тот же европейский суд. А вы согласны с теми экспертом и юристами, которые говорят, что этот закон прописан как будто специально для того, чтобы многие могли воспользоваться его какими-то слабыми моментами? То есть оспорить судак свою субъекту когда голосовали в 2014 году, то после голосования я в 2014 году тоже поддерживал этот закон. И я маю право так говорить, потому что был общественный запад. Но закон месяц не выходит из Верховной Ради, потому что иллюстраторы его переписывали. Сегодня иллюстраторы притихли, уже полгода никто не говорит, потому что выясняется, что иллюстраторы тоже нужно заповнять декларации и они должны показать, что они налюстрували за эти два года. Поэтому сейчас вы видите в эфире тиша. И то, что говорила паня Козаченко, что выполнена иллюстрация на 95%, это означает, что 95% тех людей, которые не иллюстрированы, вернутся в Европейский суд и за панем Козаченко будут рассчитываться украинские платники податков. И еще и единство, что пенсионеры, дети войны будут доплачивать за то, что они экономят. Иллюстрация в конце концов может быть изменен. Нет, он уже не будет изменен. Перше, даже если он будет изменен, то процесс иллюстрации юридично провален. Что тогда делать с теми людьми, которых иллюстрировано до того? Это порушение их прав. Это Минюст. Влада украинская признает свою помилку, что эти люди должны быть поновлены на посадах. Далее, прошло уже больше, чем два года как закон действия момента. Что такое иллюстрация? Очищение влады. И запитаются кого хотят иллюструвать люди, то они скажут Владу хотят иллюструвать. Владу. Кстати, очень хорошо вы подвели меня к следующему вопросу. После того, госпожа Казаченко говорит о 95% уже успешной иллюстрации, что у нас совершилось на 95%. А вам не кажется, что особенно после последней недели подачи Е-Декларации складывается впечатление, что эта иллюстрация в стране еще и не начиналась. Возможно, сейчас пора начинать иллюстрацию по-новому и по-настоящему. А я думаю, что так и будет, потому что, зверните увагу, в законе не передбачена ответственность за неправомирные действия. Кто-то должен эти действия ответственность нести за то, что особи люстрували не в ответственности к европейских стандартам. Паня Казаченко, как я так понимаю, уже чиновник готова и она хочет звольняться. То есть, кто поновится через Европейский суд на посадах, а мы не знаем, будут ли это действительно коррупционеры или те люди, которые звольнены незаконно. То за них компенсацию замест Паня Казаченко будут платить украинские посадки. Но вы общаетесь не только с европейскими юристами, но и с европейскими политиками. Скажите, вот как они могут отреагировать на все эти миллиарды, поданные украинскими чиновниками в своих декларациях, на все эти шубы, драгоценности и даже церкви в некоторых случаях? Ну, я не хочу зачепать питание про церкву, але я вважаю, что в данном випадке мы можем говорити не про европейских политиков, а про 95% граждан Украины, которые сегодня смотрятся на тех людей, которые сказали, что они моральными авторитетами, доброчестными, а на самом деле они на церкви записывают на свое собственное имя. Спасибо. Это был Владимир Пилипенко, представитель Украины Венестанской комиссии. Спасибо, что пришли. Мы продолжаем подробности недели. Вот если с поправками к закону и люстрации к админи депутаты не торопятся, то уже на следующей неделе им, вероятно, придется отменить повышение зарплаты народных избранников. Ведь это то, что избиратели простить навряд ли готовы. Согласно принятому недавно постановлению спикер Верховной Рады мог бы получать до 44 тысяч гривен в месяц, а рядовые депутаты не меньше 36 тысяч гривен. При этом, кстати, средняя зарплата в Украине на сегодняшний день всего 5358 гривен. Извините. Хотя о способе отмены этого решения политики еще спорят. Абсолютное большинство все-таки соглашается на фоне тотальной бедности в Украине платить так много депутатам непозволительная роскошь. Народу же власть предлагает роскошь пожиже. Минимальная зарплата с нового года может вырасти до 3200 гривен. Только ленивый на этой неделе не обсуждал, почему Кабмин захотел изменить один из основных параметров госбюджета на следующий год так внезапно. Одни говорят, это пиар. Другие уверены, таким образом можно вывести зарплаты из тени. Официальная же позиция власти это начало реальной борьбы с бедностью в Украине. Именно так решение объясняет президент. Не может быть так, чтобы человек, который работает полный рабочий неделю, получит столько денег, как и тот, кто не работает и получит помощь по безработице. И с 1 сентября 2017 года в Украине не будет ни одной работающей люди, которая получит меньше 3200 гривен. Причем, я обратился к уряду и парламенту вжить вычерпных заходов, чтобы это решение не повысило никакого податка. Насамперед, это касается малого и среднего бизнеса. Это решение касается более 4 миллионов работающих украинцев, уровень оплаты которых сегодня складает 1450 гривен. Для выплат в государственном секторе будут найдены соответствующие ресурсы держбюджета. Приватного сектора это правило, которое забороняет украинцев выплатить меньше чем 3200 гривен на месяц. Украинцу, который работает. Это решение это борьба с бедностью и защитом работающих людей. Если у государства ресурсы для повышения минимальной зарплаты и не последует ли за ней усиление роста цен. Давайте узнаем у Оксаны Продан, одного из самых известных украинских экономистов. Оксана, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Помимо того, что вы один из самых известных украинских экономистов, вы у нас еще и член комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики. Уточню. Кстати, вы знали о том, что планируется рост минимальных зарплат? Не знала. Больше того, за день до цієї заяви з уряду мы были на Нацраді реформ, которая стосовалася экономичных питаний, там ничего про сборщение минимальной зарплаты нашлось. Я вам больше скажу, что за 5 дней до этого в этой студии на вашем же месте стояла Оксана Маркарова, первый замминистра финансов Украины. Она, по-моему, тоже ничего об этом не знала. Но, хорошо, Минфин, тем не менее, говорит о том, что у него есть расчеты. Насколько можно верить, что эти расчеты точны и какие доходы и откуда их взять можно направить для того, чтобы все-таки найти эти 3200 для каждого, кто получает минимал? Ну, я бы разделила. Шукати 3200, бюджет Минфин будет исключено для бюджетников. Для тех, кому они могли просто одним решением без сбільшения минимальной зарплаты подняти початковый зарплаты зарплаты. А ресурсы будут, на самом деле, потому что сбільшение минимальной зарплаты автоматично сбільшит вдвече податки для малого бизнеса, потому что спрощенцы платят податок, который рассчитывается именно от минимальной зарплаты. В 2 раза сбільшили минималку, соответственно, в 2 раза сбільшилось ЕСВ Я боюсь, потому что я имею большую надежду на то, что все-таки будет переглянута эта инициатива и бюджет залишится, проект бюджета на 2017 рік залишится базово с той минималкой, которая была. Максимум 10% додавать с 1 сечня, потому что не можно без экономических оборудований сбільшить минимальную зарплату. А не получится ли так, что придется секвестрировать какие-то другие статьи бюджета 2017 и отбирать, например, у медиков, у врачей, у оборонки. Насправді, якщо буде прийнято решение и 3200 будет с 1 сечня, то эти деньги автоматично заберутся и у медиков, и у военных, и у всех. Чому? Потому что сбільшение вдвече минимальной зарплаты автоматично потягне за собой инфляцию. И людям эти 3200 додадут. Причем это будет не 3200. 3200 это нараховано. А чистыми на руки они получают за минусом ЕСВ и ПДФО. То есть, они не получают 3200 на руки. Но те, что инфляция будет, те, что будет на много выше уровень цен, чем сегодня, это однозначно. Поэтому, если будет минимальная зарплата с 1 сечня, то реальные доходы у людей у всех абсолютно уменьшатся. Больше того, податок на нерухомість он так же привязан до минимальной зарплати. Он тоже выросли вдвече. Он поплывет. Больше того, про это, насколько я помню, Гройсман заявил сразу, заявляючи про сбільшение минимальной. Давайте вспомним о людях, которые остаются тогда заложниками в этой ситуации. Я имею в виду пенсионеров, ведь им никто не планирует повышать пенсии, кроме уже озвученных 10%. Но с учетом роста инфляции, роста курса доллара, который за собой тоже влечет подорожание, в первую очередь продуктов и предметов первой необходимости, что им делать? Почему они остались на обучении? Я думаю, если так складывается, что все равно будут продолжать питание 3200 обговорить, будут говорить и про пенсионеров. Почему? Потому что в проекте бюджета, который Верховная Рада рассматривала, закладено 1372 гривни для пенсионеров. И это не сравнительно с 3200. И поэтому они в любом случае будут про это говорить. Но, кроме этого, у нас обмежение идет до доступа к судам, потому что судовый сбор, тоже привязанный до минимальной заработной платы, он увеличится вдвече. Далее, все административные послуги, которые государство надает гражданам, юридическим особам, тоже привязаны до минимальной заработной платы. Они тоже дорожчат вдвече. Поэтому говорить про то, что 3200 это добрый для всех, это только додатковый механизм пошуку надхода до бюджета. если у кого-то прибавится, то платить больше в других местах придется всему населению. Давайте подумаем о том, Минфин сейчас в принципе думает, чем же ему наполнять, где брать деньги для бюджета. Там рассчитывают на новые кредиты в следующем году, аж на 9 миллиардов долларов, из которых больше 5 миллиардов можно получить от МВФ. При этом фонд может дать Украине еще один кранш еще до конца этого года, миллиард 300 миллионов. Если политики выполняют те условия, которые расписаны в меморандуме о сотрудничестве с МВФ. Кстати, интересно было бы увидеть, с какими лицами западные кредиторы Украины читают новости о тех богатствах, которые успели задекларировать украинские политики. Вот, например, совсем недавно Украина получила кредитные гарантии от США на миллиард долларов. В принципе, этот миллиард могли бы прогарантировать получается и не американцы, а сами наши депутаты с министрами, которые как раз и отвечают за реформы. Результаты реформ пока ведь не такие впечатляющие, в том числе и для Запада, как имущество и наличность, которые уже успели накопить украинские политики. Оксана, продолжим с вами. Верите ли вы в то, что Украина получит четвертый транш от МВФ до конца этого года? И вот, в принципе, могут ли вот эти миллиарды под матрасами наших политиков повлиять на негативное решение, на то, что решение будет негативным? Я думаю, что, в принципе, министр финансов, который ведет переговоры с МВФ, он берет на себя ответственность, когда вносит то или иное предложение от имени правительства или когда правительство говорит о тех же трех-двухстах. Потому что, в принципе, все советники международные заявили о том, что они тоже не знали, не только мы не знали, но и советники и правительства, и президента не знали о повышении этой минималки. А, соответственно, это тоже их позиция по МВФ. Поэтому, мне кажется, что вот эти заявления, которые появляются из ниоткуда, они не помогают нам, не помогают стране и, в принципе, тому же правительству получать дополнительные деньги от МВФ. Но если рассматривать негативные прогнозы, МВФ нам больше не дает, например, ни одного цента. Как долго протянет Украина? Год мы выиспыстаем или нет из кредитов новых? Я понимаю, что для нас именно в международных отношениях, в определении стабильности страны, очень важно сотрудничество с МВФ. Но вместе с тем у нас есть игральный бизнес, который абсолютно нелегальный, доходы от которого идут по бюджетам, но не государственным, не местным. Куда идут доходы, мы увидели из Е-декларации. Понимаете? И горного бизнеса, и янтарного бизнеса, и нарко, наверное, бизнеса, и так далее, и так далее, и так далее. Почитаем декларации, не знаю, кто за что получает, но ведь явно же деньги откуда-то идут из подобных серых стен. Поэтому на самом деле у Украины есть очень много ресурсов, но они сегодня в коррупционном поле. И задача и парламента, и правительства сделать так, чтобы вот эти ресурсы наши внутренние вышли и пошли в государственный бюджет. Вот это одна часть, но самое главное, это не искусственно повышать размеры минимальной заработной платы, а создавать рост экономики, создавать условия для роста экономики, чтобы эта зарплата поднималась автоматически. Ну и власти, наверное, нужно еще и помнить о том, что общество может себе поставить задачу вывести серые деньги из серых схем в бюджет страны, в обход, сменив себе правительство. Спасибо, это была Оксана Продан, член Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики. В гости подробностей недели мы с вами прерываемся на очень небольшую паузу, продолжим через несколько минут. Гадание на Шенгене. Дождутся ли украинцы до Нового года без визы с Европой? И кто может застопорить процесс? Жизнь второго сорта. Как выживают переселенцы из Крыма и Востока? И достаточно ли Украина о них заботится? Врачи полетели. Почему украинские медики выбирают за границу? И когда дефицит кадров парализует отечественное здравоохранение? Это подробности недели. Мы продолжаем. Спасибо, что дождались. Давайте заглянем к соседям. Сегодня в Молдове прошли президентские выборы. Впервые за 20 лет там выбирали президента напрямую, а не в парламенте. И этот выбор может стать судьбоносным для страны. На кону ее европейское будущее. Да и отношения с соседями, в том числе и с Украиной. Еще днем пришли новости, что выборы состоялись. А вот были ли фальсификации? И чем все в итоге закончится для страны? Все вопросы адресую моему коллеге Андрею Анастасову. Он сейчас в Кишиневе. Андрей, я тебя приветствую. Скажи, есть ли уже первые результаты или хотя бы прогнозы? Кто побеждает? Мы ждем связи с Кишиневым, я так понимаю. Если у нас получится, мы пообщаемся с Андреем буквально через несколько минут. А сейчас посмотрим его сюжет, который он готовил специально для подробностей недели о выборах в Молдове. Напомню, это первый раз страна выбирает президента самостоятельно, а не доверяет это парламенту. Какие риски в связи с этим возникли для страны и как круто может измениться вектор ее развития, в том числе и отношения с Украиной. Смотрим. Сегодня Молдова одна из беднейших стран в Европе. Низкие зарплаты, безработица, высокие цены. Статистика шокирует. Каждый день в поисках лучшей жизни республику покидают около ста человек. Эксперты говорят, чуть ли не треть населения уже уехала. Трудовые мигранты отправляются в страны ЕС или Россию. Под молдавским городком Каушаны Марина и Тамара обрабатывают землю, готовят к зиме. Работа спорится дружно, но как только речь заходит о политике, точнее о геополитике, сгущаются тучи. Тамара хочет в Евросоюз. Я была за границей, мне понравилось, как так люди живут. Там и пенсия нормальная, и помогают людям, и все за людей там делают, а тут против людей. А вот Марина за Россию. Мы с Россией, по-моему, уже сколько лет живем. Но, по-моему, плохо жили. Я в Европе не вижу ничего. Точно так же и на больших политических авансценах. Еще зимой два самых рейтинговых кандидатов в президенты выступали вместе на уличных протестах против действующей власти. Молдова! Молдова! Сейчас же дороги Игоря Дадона и Майи Санду разошлись. В экспертной среде бурно обсуждают будущее страны, если президентом станет социалист Дадон. Ранее он делал неоднозначные заявления о принадлежности Крыма, говорил о необходимости сближения с Россией, грозился отменить соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Одни считают, такой резкий разворот действительно возможен. Правда, тогда Молдову ждет ни много ни мало свой Евромайдан. Если Дадон попробует специализовать свою предвыборную кампанию, то есть стать Молдовским имуковичем, развернуть Молдову на Россию, все это создать здесь просто взрывоопасную обстановку. Нынешние президентские выборы в Молдове это своеобразный фикер, который подведен к пороховой бочке. Другие же эксперты полагают, такая риторика Дадона всего лишь игра на публику. Дескать, сейчас электоральная конъюнктура требует дерзких заявлений, а вот потом все может измениться. Да и свои предвыборные обещания политики в Молдове, как и везде в Восточной Европе, выполняют далеко не всегда. Главное, голоса собрать. В общем, не верят, что кандидат-социалист действительно изменит европейский курс Молдовы. Придя к власти, он станет президентом уже не только этой левой части электората. Президентом всей страны. И более того, перед ним станет Украина, в общем-то, которая может очень легко заблокировать массу всех его экономических, социальных и прочих перспектив. Естественно, что в этих условиях, став президентом, он, конечно, прежний курс продолжать не будет. Самый Гордодон, придя сегодня на избирательный участок, на наш прямой вопрос, планирует ли он денонсировать соглашение об ассоциации, ответа не дал. Давайте мы то, что будем делать с завтрашнего дня, поговорим завтра утром, когда будут известны результаты. Майя Санду, в свою очередь, на подобный вопрос ответила дипломатично. Мол, придя к власти, хочет показать людям европейскую модель управления государством. И тогда люди сами поймут и они решат, что им нравится, а что им не нравится. Тем временем, далеко не все здесь, в Молдове, сводится ко внешней политике. Коррупция еще одна болезненная тема. Парламентское большинство, правительство, суды, прокуратура, все под жестким контролем олигархов. А реформы проводятся лишь для вида, рассказывают аналитики. Поэтому на будущего президента молдаване возлагают большие надежды. Он, если будет по-настоящему оппозиционным, честным, мужественным человеком, конечно, он станет лидером протестного движения, лидером антиолигархического протеста. Я прогнозирую, что будет некая напряженность, такая в хорошем смысле напряженность в стране. Верят ли молдаване в возможность перемен? Скорее просто нет другого выхода, говорит Тамара из Каушан. Приходится в очередной раз рисковать, надеясь, что кандидаты не подведут с обещаниями. И вот опять перед выборами приехали все кандидаты, такие любезные, здороваются, обещают, обещают. И проходят, и уже все. Молды, сели в пресло. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности недели. Телеканал Интер. Кишинев. Голосовали сегодня и в Грузии. Там был второй тур парламентских выборов. Напомню, избирательная система в этой стране предусматривает, если ни один из кандидатов в мажоритарных округах не смог набрать большинство голосов, проводится второй тур. Участки закрылись два часа назад. Основными конкурентами на этих выборах были правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиционеры из единого национального движения. Эту полицину как мог поддерживал Михаил Саакашвили. Похоже, граждане Грузии не прислушались к словам бывшего президента. Перед выборами многие эксперты говорили о лидерстве в гонке национального единства. В прессе обсуждали даже, не уедет ли Саакашвили обратно в Грузию. Но избиратели решили иначе. Скорее всего, правящая партия удержит власть. В первом туре «Грузинская мечта» собрала почти половину голосов. И во втором туре наблюдатели не ждут сенсации. Кстати, Грузия вместе с нашей страной ждет от Европы решение по безвизовому режиму. И пока что опережает нас. Еще 5 октября комитет постоянных представителей стран ЕС подтвердил предложение Еврокомиссии дать Грузии безвизовой. Ну а для Украины такого решения пока не было. Чиновники уже неоднократно отчитывались, что все идет по плану и безвиз будет. Но все время появляются неприятные новости и решение постоянно откладывается. Важность этой темы на этой неделе подчеркнул и президент Украины на переговорах с представителями ЕС. Он успел пообщаться с президентом Еврокомиссии, президентом Европарламента, председателем Европейского совета. Все они еще раз подтвердили, что Украина действительно выполнила необходимые для безвиза условия. А в Европейском парламенте есть большинство для принятия этого решения. Еще одна тема, которой занимался президент – ратификация соглашения об ассоциации с ЕС. Точно так же, как один из бельгийских регионов пытался заблокировать договор о свободной торговле между Канадой и ЕС, Нидерланды поставили под вопрос ассоциацию Украины с Евросоюзом. Политики и в Украине, и в Европе ищут пути ратификации этого соглашения. Ну и если в отношениях между Украиной и ЕС пока немало вопросов, то вот отношения между Украиной и НАТО можно назвать безоблачными. На этой неделе в Киеве побывал с визитом третий человек в Альянсе – заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и политике безопасности – Алекандро Альварден Салес. Ну а вместе с ним и большая делегация. Темы, которые обсуждались на переговорах, были самыми разными. Это и выполнение минских соглашений, и помощь, которую НАТО оказывает нашей стране, ну и, конечно же, реформы. Моя коллега Оксана Кундеренко встретилась с испанским дипломатом, который теперь занимает столь высокий пост в Альянсе. Рады вас видеть в Киеве, добро пожаловать. Давайте начнем с вопроса, который очень волнует украинцев. Это выполнение минских соглашений. Верите ли вы в то, что договоренности такие полностью выполнят, и что установится перемирие? Итак, минские соглашения – это единственный реальный путь к длительному мирному разрешению вопроса для Украины. Это соглашение возлагает на представителей разных сторон ответственность взять ситуацию под контроль. Одна из сторон – Россия. У нее действительно на руках все карты, чтобы разрешить эту проблему. Если посмотреть на минские соглашения, как на документ, то в первом же пункте есть слова «перемирие» и «прекращение огня». И стрелять должны были прекратить еще 15 февраля 2015 года. Также в соглашении прописан отвод войск от контактной линии. Этого тоже не произошло. Всего два пункта, которые нужно выполнить. Я разговаривал с представителями ОБСЕ, и они мне рассказали о 1200 зафиксированных инцидентах. А сколько их не зафиксировано? Машину наблюдателей подстрелили. Это значит, что нет гарантии никакой безопасности даже для тех, кому по долгу службы нужно находиться в зоне конфликта, чтобы проверять ситуацию. Значит ли это, что вы недовольны выполнением минских соглашений? Конечно, я недоволен. Но хочу сказать, что в Берлине состоялась встреча нормандской группы. Были приняты решения, и если их придерживаться, полному выполнению минских соглашений будет дан зеленый свет. Вы в курсе, что зона, где нет вооружений, будет расширена. Идет работа над дорожной картой. И если это сделают, мы увидим минские соглашения в действии. Хорошо, давайте поговорим об Украине и НАТО. Я освещала последний саммит альянца в Варшаве и заметила огромное потепление. Довольны ли вы нынешними отношениями с Киевом? Сразу замечу, что я занимаю свою должность чуть больше месяца и в одну из первых поездок отправился сюда. И этому есть причины. Причины того, что в НАТО об Украине говорят буквально каждую минуту. Не проходит и дня, чтобы не обсуждался украинский вопрос. А вас никто не забыл. Не только потому, что на вашей территории происходит активный конфликт, не потому, что люди страдают и есть жертвы. У Украины есть моральное право занимать сильную позицию на международной арене. Это право людей бороться за свое будущее, право народа на единую страну, право строить ее на принципах демократии, свободы и мира. Альянс принимал решения в вашу пользу на всех последних саммитах. Я приехал сюда не только из-за политической солидарности или чтобы в телевизоре показаться. Я привез с собой огромную делегацию, которая помогает вашим чиновникам проводить реформы. Есть трастовые фонды, есть комиссия Украина-НАТО, есть отдельные соглашения. Это способ помочь украинскому народу двигаться от морального права до реальных достижений, о которых вы мечтаете. Вы несколько раз упомянули реформы, очевидно, на Западе за ними пристально следят. Устраивает ли вас наш процесс реформ? Мы не должны быть этим довольны. Вы сами должны быть довольны. Это ваш проект, не наш. У меня был ужин с украинскими лидерами, людьми, которым от 25 до 70. Они были довольны выбранным путем развития, но не очень радовались сегодняшним результатам. Вы сами должны решить, достаточно ли хорошо проходят реформы. Мое впечатление, что не совсем. Работа еще не початый край. Повторюсь, мы здесь, чтобы помочь вам, чтобы посодействовать вам в этом процессе. На том ужине мне сказали, что Украина потеряла 25 лет, что соседние страны так сильно продвинулись вперед за это время. Сильно изменилась их политическая система, столько возможностей появилось. Я не стал вступать в дискуссию, но чувство того, что многое потеряно для вас и для нас, тоже не покидает. Кажется, у нас заканчивается время. Благодарю вас за интервью. Выполнение минских соглашений, ускорение реформ. Наши политики привыкли очень легкомысленно спорить об этом, отстаивая каждый свою партийную правоту. Но вот всего одна цифра, которая появилась на этой неделе в новостях. 1% именно у такого количества внутренних переселенцев в Украине есть личные сбережения. За этой статистикой судьбы миллионов украинских граждан, которые зависли между оккупированными территориями и остальной Украиной. Это на их жизни напрямую влияет невыполнение Минска. И это они вынуждены считать гроши, пока политики просто спорят друг с другом о реформах, пересчитывая в уме свои шубы, виллы и тонны денег под матрасами. Многие из переселенцев полностью зависят от поддержки волонтеров, друзей, родственников. Многие так и не нашли работу, многие экономят даже на еде. И, наверное, почти все уже отчаялись получить необходимую поддержку от государства. Руслан Смещук продолжит эту тему. До войны эта улица была административной частью Горловки, ее окраиной. Сейчас эти дома находятся практически на самой линии сопряжения между пунктом пропуска Майорск и неподконтрольной Горловкой. И это так называемая зона постоянных прилетов. То есть периодически тут взрываются снаряды и мины. Но здесь все еще живут люди. В этой побитой осколками пятиэтажке остались только старики. Тем, кому некуда бежать. Мария Дениса мне 80. Говорит, и сама бы выехала, но у нее больной муж. Он почти не ходит и не осознает реальность. Здравствуйте. Здравствуйте, 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 здравствуйте. В квартире чуть выше ноля старики греются электропечкой. Но не слишком помогает. Вода постоянно замерзает в водопроводе. Хорошо еще трубы не лопнули. Вода кругом стоит. Воду запах. Ну, пробыла я уже. Вроде что, не забыла. У стариков есть сын, железнодорожник. Живет и работает в Горловке. Раньше ездил каждую неделю. Теперь приезжать будет реже. Слишком проблемно. Стоит выйти из разбитого двора, упираешься в пункт пропуска Майорск. Слышим вдалеке короткие очереди. Периодически работают и калибры покрупнее. За день до нашего приезда рядом с пунктом падали мины. О 6.30 начался артиллерийский обстрел. Велся он с 82-120-мм минометов. Было близко 100 машин и близко 150 пешеходов. Мы всех людей вывели из небезопасной зоны. Пункт пропуска после этого закрыли. Потом открыли снова. Вообще Майорск пересекает много жителей неподконтрольных территорий. Земляков Петра Бахтина. Он переселенец из Луганска. Работал главным механиком на бывшем патронном луганском заводе. С началом конфликта боевики решили восстановить производство. И не желая вооружать оккупантов, Петр с внуками переехал в Киевскую область. Живет в санатории под Ворзелем. Спасибо. Нисколько нашей власти, сколько наших волонтеров. Когда мы приехали, нам помогли идти. Он ушел с сумкой и приехал. Вернуться хочет. Но только когда в Луганске поднимут украинский флаг. А пока жизнь разделена на до и после. На тут и там. Пункт пропуска Марьенко. Наверное, крупнейший в зоне АТО. Когда его закрыли за обстрелов, начался ажиотаж. Был очень большой наплыв. Мы в среднем пропускаем близко 6 тысяч пешеходов. Вчера было близко 9 тысяч. Многие живут теперь на две стороны. Где вы живете? В Доброполе. В Доброполе. Вы там жили или... Нет, переехали оттуда. Вы, наверное, были переехали. Там родственники, как я понимаю, да, у вас есть? Да, у нас вот там папа живет, мужик. Да, блин. И вот мы постоянно приезжают с работы, нас встречают. Через этот пункт пропуска в основном ездят жители Донецка. Как вот эта семья пенсионеров от обстрелов, они бежали в Запорожье. Думали, может, это уже закончится как-то. А потом, когда уже снаряд улетел в дом, рядышком, в квартиру, ну, пришлось... Жили они недалеко от аэропорта. После очередного обстрела у Галины Ивановны случился инсульт. И семья переехала в Запорожье, в модульный дом для переселенцев. Дочь работает в Киеве. Взять с трудом здесь устроился на завод. Узнают, что мы переселенцы. Местных берут за одну плату, а переселенцы берут уже за другую. Если даже узнают, что из Луганской и Ленинской области, другие организации вообще не берут. Пенсионеры верят, рано или поздно вернутся домой. Александру Андреевичу 82. И живет он на самой линии фронта. Вот это вот попрогувало, удивлялись, какая толщина. Та, говорю, тройка или четверка. Ну, вот это вот. А вот это вот, вон, одна воронка. И вон, другая. Буквально с неделю назад крупнокалиберные мины ударили по поселку. Вот этот дом сгорел. Тогда же чудом не убило сентябричку. Самую большую ценность Александра Андреевича. Пенсионер и рад бы уехать. Да некуда. Послушайте, чего в отчете не уехать? Куда? Куда уехать? Больше двух лет назад семья Светланы Лукьянченко не захотела жить на две стороны. Бросили все под Луганском и уехали в Днепр. Но уйти от разделенной жизни не так просто. Светлана, педагог со стажем, сразу нашла работу. Говорит, скитаться по съемным квартирам с двумя детьми тяжело. И сейчас мечтает о своем уголке в новом доме в Днепре. Если бы нас сейчас поддержало государство, выделив даже тоже кредитование, но какое-то по минимальному проценту, не по сумасшедшему вообще, то мы бы готовы были сейчас строиться. А это тоже, это и рабочие места, это и производство стройматериалов. О своем доме в этом городе мечтает и старший сын Ростислав. Когда рассказывает, что было два года назад, на глаза наворачиваются слезы. И очень тоскует по друзьям из родного поселка Юбилейный. У переселенцев отныне новая традиция на Пасху. Большая семья воссоединяется. То родители едут в Днепр, то семья Светланы в Луганск. А значит опять через пункты пропуска, блокпосты под угрозой обстрелов через линию фронта. Руслан Смещук, Владлен Ноль, Анатолий Воробей, Елена Миндалюк, Сергей Бордюжа и Олег Решетняк. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну вот так, что же все-таки должно сделать государство для того, чтобы улучшить жизнь переселенцев, мы обсудим с Юрием Бойко, лидером оппозиционного блока. Гой с подробностями недели. Здравствуйте, Юрий Анатольевич, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Юрий Анатольевич, два с половиной года уже, как в стране, возникла проблема с переселенцами. Неужели этого времени было недостаточно для государства, чтобы создать нормальную, работающую, действенную систему помощи переселенцам? Ну, действительно, у нас в стране официально зарегистрированных переселенцев 1 миллион 770 тысяч. И вот если сравнить с Европой, где тоже примерно 2 миллиона беженцев прибыло, занимается вся Европа. Саммиты, переговоры, постоянное внимание. У нас, к сожалению, на сегодняшний день нет даже органа, центральных органов власти, который бы целевым образом занимался помощью этим людям. Вопросов очень много. Вопросы трудоустройства. Более половины переселенцев не имеют работы. Вопросы возмещения потерянного имущества, что тоже очень болит у людей, поскольку выскочили в чем были, и потеряли и квартиры, и все нажитое имущество, практически остались без ничего. Людей просто выселяют. Например, недавно в Одессе Куяльника пансионат, откуда выселили переселенцев и инвалидов. Масса вопросов. Центрального органа власти, который бы курировал, к сожалению, нет. И мы сейчас добиваемся, чтобы правительство его все-таки организовало, и была целенаправленная и постоянная системная работа по помощи этим людям. Но самое главное, что должно сделать правительство, что должна вообще власть сделать и страна, это окончательно закончить военный конфликт, чтобы люди вернулись домой. Вот по вашему мнению, все-таки на чем стоит сосредоточиться? На адресной помощи переселенцам? Или вот звучат мысли о том, что если государство начнет бороться с бедностью и повысит уровень жизни всего населения, то тогда, в общем-то, и переселенцам жизнь станет лучше? Это комплексный вопрос. Надо делать все вместе. И повышать жизненный уровень населения. Вообще борьба с бедностью должна стать у нас национальной идеей. И адресная помощь людям, которые действительно потеряли все. Вот в комплексе это даст эффект. Власть говорит, кстати, что она уже позаботилась о бедных. Я говорю о самом громком, наверное, политическом решении или экономическом решении этой осени, о повышении минимальных зарплат. Но возникает вопрос, почему в стороне остались пенсионеры? Неужели их уровень пенсии достаточен на сегодняшний день, чтобы не думать о ее повышении? Ну, это, пожалуй, самая большая проблема проекта бюджета. Собственно говоря, почему мы тоже за него не голосовали? Потому что индексация пенсии заложена только на уровне 10%. 5% в мае и 5% в декабре. Это очень мало с учетом реальной инфляции, роста цен, роста тарифов. Поэтому вопрос повышения пенсии за счет того, что надо учитывать реальную инфляцию, будут дополнительные доходы в бюджет, и наша фракция показала, откуда эти доходы можно взять. За счет уменьшения выплат на силовой блок, потому что если не платить людям, то криминалитет за счет полиции не устранишь, надо просто давать возможность людям жить. И вот эти вещи, они должны быть обязательно учтены в проекте нового бюджета. Вот там, это основной механизм, инструмент, который даст возможность выжить пенсионерам и вообще бороться с бедностью в стране. Вот на это мы акцентируем внимание. Но если проанализировать уровень сегодняшней экономики, ее состояние, о каком повышении пенсии реально сегодня можно было бы говорить? Ну, мы нашли финансы дополнительные для того, чтобы пенсионный фонд увеличить примерно на 30 миллиардов. Это за счет реальной инфляции, за счет реального падения национальной валюты. Собственно говоря, это компенсация примерно на 30 миллиардов, в том числе и повышение тарифов. И это примерно в 5 раз больше, чем наложило правительство. То есть минимальная пенсия будет на уровне, средняя пенсия, прошу прощения, будет на уровне примерно 2300 гривен, а не 1500, как сегодня. Вот такие источники мы нашли, и такие источники наша фракция показала и направила эти документы в бюджетный комитет. Следующая неделя парламентская. Напомню, что на прошлой парламентской неделе было очень такое резонансное решение депутатов повысить себе зарплату. Как вы думаете, эту идею отменят все-таки это решение или нет? Я настаивать буду на том, чтобы начал парламент работы с тем, чтобы отменить это решение, которое всколыхнуло и взбудоражило всю страну. Мы, естественно, за него не голосовали. Наша фракция официально выступила с заявлением, мы отказались от этих денег, зарегистрировали постановление об отмене этого решения. И считаю, что дело чести, чтобы 230 депутатов, которые голосовали за это решение, в том числе, которые декларируют у себя в декларациях большое количество наличных денег, сопоставимое с траншем МВФ, которые дают нашей стране, они тоже проголосовали за отмену своего же, считая, абсолютно неправильного, несвоевременного и позорного политического решения. Ну что ж, будем следить за работой парламента, обсудим все это уже через неделю, результаты, если они будут. Пока спасибо вам за эти ответы. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, был гостем подробностей недели. Ну а мы с вами продолжим. И продолжим, продолжим мы говорить о переселенцах, но уже о тех, что едет за границу и делает это по доброй воле. В поисках лучшей судьбы. Украинские врачи бегут за границу. Если несколько лет назад эта проблема была характерна в основном для приграничных областей, то сейчас массовый отток кадров наблюдается по всей стране. Особенно острый дефицит белых халатов ощущается в районных больницах. Но еще острее, уверяют эксперты, почувствуют проблему пациенты уже через несколько лет, когда врача будут искать днем с огнем. И тогда этот дефицит можно будет без преувеличения называть смертельным, утверждает Елена Митясова. Свято место пусто не бывает, незаменимых нет. Если это и применимо к какой-то сфере, то уж точно не к медицине. Врачи, медсестры, фельдшеры на весь золото. Кадровый дефицит в Украине порядка 6,5 тысяч человек. А это на минуточку население небольшого поселка. Это просто беда. В Глибинце на сегодня не хватает медсестер, чтобы заплатить себе любые посты по реанимации, по хирургическим службам и так далее. Работа, ни сахар, и не каждый на такую пойдет. Зарплата чуть больше минималки. Ставка медсестры 1500 гривен, начинающего врача 1800, а доктора со стажем 2500. Конечно, с надбавками и премиями сумма набегает порядка 4000. Но даже на такие деньги прокормить не то, что семью, себя сложно. Длительные операции, перевязки, консультации. Юрий Кондратский буквально живет на работе. Персонала не хватает. На одного врача 12 пациентов. А это вдвое выше нормы. Идет нагрузка очень большая на все отделения. Фактически мы обходимся, ну, наверное, в лучшем случае 60-70% наполнения медперсонала, который мы имеем. Чтобы как-то свести концы с концами, доктора берут две ставки, как правило, в разных клиниках. А вот молодое поколение врачей с легкостью меняют украинские белые халаты на комфортную заграничную униформу. Какой смысл оставаться в этой стране на 2000 гривен, если вы можете уехать на 60-70 тысяч с рубежа? Он тоже думал посвятить себя отечественной медицине, но теперь лечит немецких пациентов. Владиславу Демьянову австрийская клиника сделала выгодное предложение пройти у них интернатуру, подтверждение диплома, экзамен по языку и контракт в кармане. В грязной местах идет 3325 евро, плюс доплата 250 евро, и плюс за каждое дежурство идет, если это в обычный день 200 евро, если это в субботу 250, а в воскресенье 300 евро. Но деньги не главное, говорит Владислав Секрет в огромном уважении, с которым австрийцы относятся к медикам. Ты автоматически просто высшая класс, каста, которая зарабатывает очень много денег, которая себе может позволить все, что только возможно, обеспечить себе жизнь, снять квартиру и себе не отказывать в путешествиях, в отдыхе и не считать каждую копейку. Израиль. Сюда едут пациенты со всего мира. Медицинская помощь здесь такая же качественная, как в Америке и Европе, но менее дорогая. Хирург из Черниговской области Андрей Яковлев работает здесь около 7 лет. Говорит, сначала пришлось попотеть, выучить еврит, подтвердить лицензию, освоить новые методики. Но это того стоило. Врачам в Израиле хорошо платят и мотивируют еще больше зарабатывать. Поучаствовал в конференции, бонус овладел новыми методиками, прибавка. Из перспектива. Нас, мне кажется, оценят за то, что мы более работники, мы пахарь. Мы привыкли там работать, и мы работаем. Если возможность, все, что ты хочешь. Ты можешь делать ультрасаунд, сети, МРТ, скажем так, и ты следуй дополнительно, какие-то методики новые внедрить. Уровень, уровень. Из этой береговской районной больницы в Закарпатье за последние несколько месяцев уволили 103 сотрудника. Новых главврач ищут по всей области тщетно. Все специалисты уезжают в соседние Венгрии, Словакию, Чехию. Зарплаты там 15 раз выше украинских. Только вдумайтесь, ставка начинающего врача 900 евро в месяц. У нас около 60. Даже квартиры не могут взять за эти деньги. Есть такие амбулатории, есть такие лекарни, где народ просто, как мы жартуем из этого, МРТ руками. Потому что нет ни условий работы, ни житла. О преимуществах работы за границей Богдана может рассказывать часами. Она офтальмолог, работала в Словакии. Сейчас вернулась домой и открыла собственную клинику. Медреформа, о которой кричали все руководители Минздрава, дальше закрытие амбулатории не продвинулось, говорят в независимом профсоюзе медработника. Что там говорить о глубинке, если даже не во всех столичных больницах работают УЗИ и МРТ? Робится все, чтобы нас, якомога, стало меньше. И это делается через призначение нелегативного, непрофессийного керевництва Министерства охороны здоровья. Это делается через штучное недофинансирование лекарственных установок. Через пять лет, говорят медики, вообще некому будет лечить украинцев, хотя в нашей стране, по официальным данным, 15 миллионов хронических больных. Конечно, не секрет, что врачи принимают от пациентов благодарственные, но скоро, похоже, и способных благодарить не останется. Сегодня рейкарсийские местности, которые мы замучены, свиней выгодовывают. Это неподобство. До тех пор, пока не сделают нормальную реформу, они наконец-то не признают, что медицина не существует бесплатной, до тех пор не будет нормальной системы и просто врачи разбиваются. Правительство в сентябре пообещало поднять медикам зарплаты в 2017-м. Врач-терапевт высшей категории уже скоро будет получать 7 тысяч гривен. Но угонится ли повышенная медицинская зарплата за инфляцией и ростом коммунальных тарифов? Елена Митясова, Марина Коваль, Сергей Услендер, Юрий Романюк и Юрий Ковалев. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну и вот что нужно сделать для того, чтобы украинские врачи лечили не европейских пациентов, а своих соотечественников? Поговорим с Ириной Сысоенко, это заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения. Здравствуйте, Ирина, спасибо, что пришли. Мы посмотрели с вами вместе сюжет. Ситуация, как по мне, критична. Как вы думаете, как много времени нужно для того, чтобы украинцы попросту оказывались без квалифицированной медицинской помощи, которую могли бы найти поблизости свое место проживания? Нет, я погоджуюсь с теми висновками, которые только что были в сюжете, что с таким отношением государства к медицинским работникам, взагалі до системы охраны здоровья, действительно, может так статись, что особенно в сельских местах, в районах не будет взагалі медической помощи. Я считаю, что именно государство является сейчас наибольшим злочинцем по отношению как до лекарей, так и для пациентов. Почему так? Потому что сегодня лекарь являются заручниками. С одной стороны, государство, которая не создала и не построила нормальных условий для их работы, с другой стороны, пациенты, которые знают, что им Конституцию Украины гарантована безоплатная медицина помощь. И именно без изменений чутких норм законодательства, которые стосуются изменения финансирования системы охраны здоровья, мы и далее будем смотреть, как каждого года почти 7 тысяч медицинских работников лишают территорию Украины и едут за кордон. Ну, скорее всего, ведь речь идет о квалифицированных кадрах, а не о свежеиспеченных выпускниках вузов или училищ. Это же люди, которые здесь получили практику, то есть уезжают лучше, правда ведь? Так, в всем мире очень ценуют эту медическую обучение, которую получают медицинские работники в Украине. А когда сколько в Украине на сегодняшний день получают врачи? Сегодняшняя заработная плата лекаря складывается от 2,5 тысяч гривен до 3,5 тысяч гривен. Я хочу значить нещодавний пример. Знаете, в одной детской лекарне, високоспециализованной, звольнилась медичная сестра, которая постоянно доглядала за хворыми детьми в палате. Вона звольнилась, потому что ее заработная плата была 1800 гривен. И вона, как мать-одиночка, которая выховывает детей, вона просто перешла проработать прибиральницей, прибиральницей в банк, где ей будут платить 4 тысячи гривен. Знаете, это просто ганьба для нашего государства. А что государство должно сделать в ближайшее время, чтобы остановить вот это бегство? Самое главное, принять новые законы, которые побудуют новую измену финансирования системы охраны здоровья. Мы должны оплачивать каждому медичному работнику за медичную послугу. То есть, сегодня лекарь удерживает заработную плату, приревняющись до государственного службовца. Так не должно быть. Мы должны финансировать именно за послугу. Сколько пациентов обратилось к лекару? Сколько людей он отдал медичную помощь? Сколько денег он должен держать? Какого фаха есть лекар? То есть, у врача есть стимул работать лучше, знать больше, обслуживать больше, лечить больше. Получается, соответственно, больше. Денег про эти бюджеты на следующий год. На здравоохранение, в том числе на зарплаты врачам. Достаточно? О повышении речь идет? 3200 на них отразятся или нет? Первое. Вже пів року в парламенте я вымагаю проголосовать за два законопроекти, которые предпочтают увеличение заработных плат медичных работников. Это законопроект 1332-1164, который касается медицинских работников экстренной медициной помощи. На жаль, они постоянно лежат в парламенте, не попадают в порядок денежный. Парламент не может за них проголосовать, чтобы дополнительные деньги на заработные платы были предпочены в бюджете на 2017 год. Это первое. Другое. Мы должны все-таки увеличить финансирование всей системы охраны здоровья и запровадить принцип, когда деньги пойдут за пациентом. Только такая умова не даст возможность по-другому формировать основы для заработных плат медичным работникам. Министерство охраны здоровья проанонсировало, что следующий год лекаря первой ланки, семейные лекаря, терапевты, педиатры, смогут уже за новым принципом удерживать заработную плату. То есть я очень ожидаю, что Министерство охраны здоровья может принять все подзаконные акты, принять методику рассчитывания вартости медической поступки, а парламент тем, как может, чем поможет законодательно со своей стороны, если, конечно, не будет мнений только о повышении зарплаты для депутатов и о том, какие деньги спрятать от электронного декларирования, которые, наоборот, из тени вывести для того, чтобы легализовать перед Европой. Спасибо. Это была Ирина Сысоенко, замглавы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения. Мы на сегодня закончили, в принципе. Это были подробности недели. Я очень рад, что вы нас смотрели. Обязательно увидимся в этой студии ровно через неделю. Всего доброго. Спасибо.